Совместное производство американского и европейского кинематографа готовит для зрителей большой сюрприз. Речь сегодня пойдет о картине «Лекарство от здоровья». Режиссера фильма Гора Вербинский уже сравнивают с не менее известным Гильермо Дель Торро, а ближайшим аналогом лекарства считают «Багровый пик» того же Гильермо. Мол, действие обеих картин развивается в стенах одного старинного здания. Оба фильма выстроены вокруг темных секретов из прошлого, а у главного героя только одна задача – докопаться до истины. Нас разъедает болезнь. Как кислота она подступает к горлу, оставляя после себя лишь горечь. Она поразила всех вас, сидящих за этим столом. И только признав недуг, можно надеяться на исцеление. В центре сюжета сотрудник одной очень крупной американской фирмы. Получив задание найти и привезти своего босса обратно в Америку, он отправляется в швейцарские Альпы, где находится элитный оздоровительный центр. Однако, когда он прибывает туда, ему говорят, что его босс пропал. Герой фильма остается, чтобы выяснить все обстоятельства и постепенно узнает пугающие секреты этого места. Внезапно он обнаруживает, что подвержен той же странной болезни, которая удерживает здесь всех надеющихся на исцеление постояльцев. Большая часть фильма снималась в замке Гугенсольер в Германии, что в 50 километрах от Стутгарта. Ученые полагают, что построен он был еще в 11 веке. Это придает еще больше таинственности и жути картине. Ведь, согласно легендам, там обитают самые настоящие привидения. В замок любят приезжать туристы, но в июле прошлого года на две недели ворота здания были закрыты. Там проходили съемки фильма «Лекарство от здоровья». При подготовке к работе над фильмом режиссер Гор Вербинский вдохновлялся триллерами 70-х. Именно в ту эпоху создавались психологические триллеры, которые заставляли зрителя испытывать настоящий страх. Кстати, Вербинский не снимал фильмы в жанре ужаса на протяжении целых 15 лет. До «Лекарства от здоровья» единственным ужастиком в карьере режиссера оставался «Звонок» 2002 года. Послушайте себя. Вы явно нездоровы. Вы хотите убедить меня, что я сумасшедший? Хана! Что происходит со мной? Это все часть терапии. Вы лечите то, чего не существует! Примите свой диагноз, и вы увидите... Здесь просто чудесно. Главная роль в картине принадлежит американскому актеру Дэйну Дэхану. Большую часть фильма его герой проводит на костылях. Актер признался, что это доставляло трудности во время съемок. Но подобное препятствие сделало персонажа лишь убедительнее. В интернете «Лекарства от здоровья» набирает неоднозначные отзывы, но я, как любитель психологических триллеров, обязательно пойду на этот фильм. Премьера в Америке состоялась уже давно, и пока слабо отбивает бюджет. А это на минуточку 40 миллионов долларов. Сделать собственные выводы вы сможете, если отправитесь в столичный кинотеатр. А я желаю вам хороших выходных и приятного просмотра!